Доброе утро, НРБК региональные новости. Мы вещами за Телекрамплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Власти страны утвердили новую льготную кредитную программу для предпринимателей ФОД 3.0. На ее реализацию будет направлено порядка 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Постановление опубликовано на сайте Кабмина. Воспользоваться поддержкой смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе гостиничные рестораны и бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Льготная кредитная программа придет на смену предыдущей ФОД 2.0, действие которой заканчивается 1 апреля. В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма 500 миллионов рублей. Главное условие – компания должна сохранить не менее 90% рабочих места в период действия кредитного договора. Займ можно будет оформить с 9 марта по 1 июля этого года на срок до 12 месяцев. Ради Хабиров пригрозил увольнением директорам школ, где выявят нарушения в качестве питания. На оперативке вновь обсудили тему горячих обедов. По словам начальника управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, за февраль в системе инцидент-менеджмент поступило 212 сообщений по теме школьного питания. Больше всего из Уф-Истерли, Тамака, Салавата и Уфимского района. Чаще всего родители по-прежнему жалуются на невкусную холодную еду, несоответствие заявленному меню и нарушение санитарных требований. Ради Хабиров поручил главам муниципалитетов лично заняться решением вопроса. Коллеги, вам там не надо ходить кушать, пробовать. Не для этого я вас туда ходить кушать. Вы встретитесь с родителем, поговорите, соберите родители, просто у себя в школу прийти, скажите родители, что хотите, почему дети. Иногда просто поговорить надо узнать. Поговорите с детьми, соберите, что мешает. Я сам вот был, когда я в поездках где-то заходил, но вижу, а, в Ярком я был в школе. Слушайте, они залетели туда, смели за всю минуту и улетели оттуда дети. Где-то же едят, где-то не едят. По словам министра торговли и услуг Алексея Гусева, большинство пищеблоков в школах требует модернизации. Чтобы снизить давление на бюджет, предложено сделать эту отрасль инвестиционно привлекательной для операторов школьного питания, заключать с контрактой минимум на три года. Однако на сегодняшний день только пять муниципалитетов республики воспользовались данной мерой. Введение ковид-паспортов считают необходимым лишь 12% россиян. 59% жителей против подобного нововведения. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы «Суперджоп». В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 349 населенных пунктов. По данным экспертов, среди россиян, переболевших коронавирусом или сделавших прививку, поддерживают введение ковид-паспортов 18%. Среди остальных граждан – лишь каждый десятый. Аналитики отметили, с вопросами про ковид-статус респонденты сталкиваются и при трудоустройстве. Опросы среди работодателей это подтверждают. Ковид-статусом соискатели интересуются в 35% компаний, в основном в сфере здравоохранения, строительства и производства. Противники антиковидных паспортов чаще всего считают эту информацию, относящейся к врачебной тайне. А решение властей выдавать ковид-паспорта – дискриминационным. Сторонниками же введения ковид-паспортов выступают в основном те, кто должен регулярно сдавать анализы на коронавирус, и чья работа связана с постоянными разъездами, командировками или доступом на разнообразные предприятия. Напомню, в Башкортостане планировали ввести электронные ковид-паспорта, которые будут выдавать людям с антителами к коронавирусу или сделавшим прививку. Однако инициативу раскритиковали на федеральном уровне. Между тем, как ранее сообщило информагентство ТАСС, в странах ЕС обсуждается идея введения так называемого «зеленого паспорта». Он должен облегчить передвижение для лиц, привитых от коронавируса, переболевших ковид-19 или сдавших новый тест. Инициативу уже поддержали Греция, Италия, Испания, Латвия, Португалия и другие страны. Уфа вошла в рейтинг бюджетных авиапутешествий на эту весну. Список экономных перелетов из Москвы и Санкт-Петербурга составил аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Ту-Ту-Ру». В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает 3500 рублей за перелет в одну сторону. В исследовании рассматривались данные по билетам, оформленным с 1 по 25 февраля с вылетами с 1 марта по 31 мая. И вот путешественникам из Москвы доступно 21 направление, которое укладывается в бюджет до 3500 рублей за перелет в одну сторону. Самые экономные путешественники покупают билеты в Брянск за 1396 рублей, Ярославль туда билет стоит порядка 1600 рублей и Псков за 1845 рублей. В Уфу из Москвы можно долететь, заплатив за билет почти 3000 рублей. Добраться до башкирской столицы из Санкт-Петербурга обойдется дороже. Бюджетные варианты билетов в среднем 3342 рубля. Самыми же доступными направлениями из северной столицы оказались Курск, Белгород и Калуга. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют, а американская валюта потеряла 39 копеек, и курс составил 74 рубля 4 копейки. Евро минусует 93 копейки, курс 89,45. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам по 74,12 и продажа доллара в банке Наива по 74,26. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Финам по 89,25 рубля и продажа евро в банке Наива по 89,43 рубля. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.